Всем самый добрый день! Сегодня я готовлю зефир из клубники. Я буду делать из замороженной или можно приготовить из свежей клубники. Если замороженная, ее нужно достать из морозильника и разморозить ее. Клубнику я пересыпаю в стакан или в чашу для измельчения. Нам нужен погружной блендер и измельчаем в гладкое однородное пюре. Пюре нужно желательно протереть через сито, если вы не хотите, чтобы в зефире оставались косточки клубники. Когда пюре протерли, нам нужно обязательно взвесить его. Нам нужно 200 грамм. Сейчас я беру сотейник с толстым дном, выливаю туда воду, агар-агар. Агар используем крепкий, сильный, агар 907 грамм. Или же используем, если у вас агар слабый, используем большее количество. Выливаю клубнику протертую, сахар и инвертный сироп. Ссылку на инвертный сироп я оставлю. Если у вас нет инвертного сиропа, можете или приготовить, или заменить его на сахар. Перемешиваю и ставлю на плиту. Довожу до вот такого активного кипения и на среднем огне кипячу ровно 4 минуты. Периодически перемешиваю лопаткой. Одновременно сейчас я буду взбивать белки. Миксер у меня стационарный, планетарный. Я выливаю 2 белка средних яиц и также добавляю сюда щепотку лимонной кислоты и небольшую щепотку соли. И взбиваю все до легкой пены. После этого я начинаю всыпать небольшими частями сахар. У меня сахар и плюс пакетик ванильного сахара. Перемешала я вместе и добавляю в несколько приемов. Взбиваем белки приблизительно 4 минуты. У меня планетарный миксер. Если вы взбиваете ручным, то возможно понадобится чуть больше времени. Не забывайте, когда взбиваете белки, обязательно перемешивайте сироп. Сироп у нас готов и белки взбиты. Очень плотная, пышная, устойчивая белковая масса. И тонкой струйкой я вливаю сироп. Миксер у меня работает на высокой скорости. На 10 у меня 10 максимальная. Вливаем по стеночке, чтобы было меньше брызг. После того, когда вылили сироп, взбиваем еще дополнительно. Я на своем миксере минутку, если ручным миксером, то возможно полторы-две минуты. Зефирная масса слегка остынет. Я заранее приготовила пакет. У меня кулек кондитерский с насадкой звездочка, крупная насадка. И также большую ложку. Я перекладываю быстро зефирную массу в пакет. У меня пакет 60 сантиметров. Он вмещает весь объем зефирной массы. И конец пакета я завязываю резинкой. Силиконовый коврик у меня с круглыми формами. И сверху я еще выкладываю пекарскую бумагу. Она хорошо прилипает к силиконовому коврику. И удобно потом эту бумагу снять и удалить. Отсаживаю зефир. Сначала в центр выдавливаю небольшую такую вот как бы основу. И затем я делаю два оборота. Можно делать три оборота. Когда вы заканчиваете выдавливать зефир, вам нужно остановиться и немножечко как бы докрутить, чтобы не выдавливать зефир. Тогда он очень быстро и хорошо красиво будет отрываться от основной массы. Зефир отсаживать нужно очень быстро, чтобы он не успел стабилизироваться в мешке. Иначе когда вы будете выдавливать, он будет рваться и края будут негладкие. У меня получилось всего 38 штук. Обычно из этого количества ингредиентов получается 34-38 штук, в зависимости от того, как масса у вас взбилась. Оставляю при комнатной температуре на 10-12 часов, чтобы зефир стабилизировался и слегка подсох. На следующий день утром я обсыпаю, у меня здесь сахарная пудра и кукурузный крахмал. Одна столовая ложка кукурузного крахмала и две столовые ложки сахарной пудры. Обсыпаем и соединяем половинки. У меня половинки практически все одинаковые, так как у меня внизу силиконовый коврик с формами нарисованными, поэтому легко выдавливать одинаковой формы делать. Если нет, то подбирайте примерно по размеру, чтобы половинки у вас совпали. Лишнюю пудру также нужно слегка обтрусить. Хранить можно в закрытом контейнере. Если вы добавляете инвертный сироп, то зефир будет храниться свежим, оставаться в течение недели. Если вы готовите без инвертного сиропа, то в течение двух дней или трех дней максимум, конечно, зефир нужно обязательно скушать. Угощайте друзей, знакомых тогда. Готовьте сироп по рецепту. Я вам оставлю ссылку, как за 10 минут приготовить простой инвертный сироп. И он вам поможет. Добавляйте в выпечку, в зефир, в мороженое, везде. Готовьте с удовольствием и до новых встреч!